Вязаная, деревянная, бумажная или текстильная? Какую новогоднюю игрушку назовут лучшей? Обладминистрация проводит конкурс елочных украшений. Победителей объявят на следующей неделе. А сегодня наши корреспонденты взглянули на работы, присланные в Белый дом. Скромно, но со вкусом. Искусствоведу Александру Скворцову из всех елочных украшений, присланных на конкурс, понравился вот этот кружевной ангел. Тонкая работа. И так по праздничному. Здесь снежиночки, вот есть дополнительные, видите, да? И они придают вот этой ажурности какую-то вот такую феерическую еще, так сказать, праздничность. Поднимают настрой. Это очень оригинально. Между прочим, вот так смотришь, и этого не видно, казалось бы. Но на самом-то деле, когда это огнями будет освещено, висеть на определенном, так сказать, состоянии, это будет замечательно смотреться. Очень оригинальная вещь. Конкурс на лучшую елочную игрушку объявили еще летом. По условиям, в нем могут участвовать только предприятия или организации. Но в этом году сделали исключение для Владимирского школьника. Костя Жупиков вместе с мамой расписал вот такое панно. Дед Мороз спешит к золотым воротам. Игрушка соответствует всем параметрам. Самое главное, чтобы это была выдержана тематика, именно Владимирский стиль, чтобы она несла не только идеи новогоднего праздника, но чтобы это были присутствовали элементы художественного промысла Владимирской области. Больше всего члены жюри нахваливали лаковую миниатюру от мастерских мастеров. Скорее всего, именно эта работа в заколдованном лесу Сергея Сухова и победит. За первое место положен приз в 40 тысяч рублей. Игрушка-победитель украсит, если не главную елку страны, кремлевскую, то губернаторскую. Кстати, в этом году в конкурсе не участвовали стеклодувы из гуся хрустального. Но уникальное производство вот-вот возродится после закрытия. Завод имени Мальцова, значит, под таким брендом они будут теперь работать и переорганизовывать производство. Кстати, областные чиновники уже готовят на будущий год программу поддержки народных художественных промыслов. Мастера и ремесленники сейчас нуждаются в финансовой помощи, особенно те, кто только начинает бизнес. Сейчас в нашем регионе возрождают кожевенное дело и керамику.